Вчера в Белом доме в правительстве Республики Башкортостан состоялась последняя предвыборная оперативка. Вступительное слово ради Хабирова было весьма скромным по объему. Он сообщил нам, что создается совет по среднему профессиональному образованию, что бы это ни значило. А также Хабиров сообщил, что Путин поручил ему сделать прямую линию с Хабировым ежегодной. Я не знаю, действительно Владимир Владимирович так сильно прикольнулся от вот этого выступления Хабирова, что позвонил ему и персонально заповедал сделать эти смешные мероприятия регулярными. Или это вообще общий тренд по Российской Федерации. Ну, в общем, будет нам на чем посмеяться хотя бы раз в год. Также Хабиров выудил из скудной копилки экономических достижений результаты инвест Сабантуя в Сибае. И эти результаты, конечно, прям скажем, не впечатляют, потому что Хабиров нам рассказал о том, что целый инвест-форум дал результат в виде подписания соглашения на строительство 12 закусочных. Правда, некоторые федеральные издания писали о том, что Башкирия заключила соглашение с Макдональдс вовсе не на 12, а на 7 ресторанов и аж на целые 5 лет вперед. Ну, в общем, прям скажем, не впечатлило. Далее оперативное совещание пошло по стандартному сценарию. Заслушали Максима Забелина на тему борьбы с ковидом. Тема эта перед выборами, очевидно, уходит в сторону. Помните, как перед голосованием за изменения в Конституции Путин нам сказал, что мы вообще победили ковид. Ну, чтобы никто не боялся. В этот раз, конечно, такие заявления не звучат, но как-то все очень скромненько. Заболевших в республике Башкортостан уже 61 тысяча человек, по версии Минздрава. Свободных коек осталось на данный момент 90% всего. Первым компонентом вакцины привито 1 миллион 216 тысяч человек. И практически 1 миллион 100 тысяч человек привито обоими компонентами вакцины. Напомню, что план вакцинации существенно изменен. Теперь федеральные власти требуют привить 80% взрослого населения, что составит 2 миллиона 485 тысяч человек. То есть нам количество привитых нужно в ближайшее время практически удвоить. Далее последовал стандартный доклад о ситуации в ЖКХ и на дорогах. Алан Викторович Морзаев сообщил нам, что только 5 муниципалитетов из 64 получили на данный момент паспорта готовности к отопительному сезону. А дедлайн, напомню, 2 дня. К 15 сентября все муниципалитеты должны получить эти паспорта готовности. Совершенно непонятно, получат они их или нет. Но Морзаев сказал, что они все об этом уведомлены. Хабиров вообще много внимания на этой оперативке уделял отопительному сезону. И мы тоже будем об этой теме говорить чуть позже. Но здесь Хабиров сделал такую ремарку. Цитирую дословно. «Осень постучалась уже, холодно стало в садиках и школах. Какие есть предложения по подключению тепла?» Прямо как Ленин с броневика вопросил Хабиров Морзаева. В ответ на это Морзаев процитировал Хабирову стандарт подключения отопления по Российской Федерации. А именно то, что если температура, среднесуточная температура, будет держаться 8 градусов Цельсия в течение пяти суток, тогда отопление нужно подключать. Ну, неизвестно, будет ли подобное похолодание в ближайшее время. Однако Морзаев предложил, что можно включить отопление и раньше. И предполагает подключить социальные объекты уже 16 сентября. И до 25 сентября подключить отопление в многоквартирных домах. Ну, собственно, на этом обсуждение тепла и подачи тепла пока закончили. И Хабиров завершил этот вопрос тем, что для глав муниципалитетов подача тепла в дома теперь становится задачей номер один. Следующим слово дали господину Булышеву, министру транспорта и дорожного строительства, который традиционно у нас не говорит практически ничего о транспорте и дорожном строительстве, но говорит нам печальные цифры ДТП. За прошедшую неделю 63 ДТП случилось, пострадало 71 человек, и рекордные 16 человек погибли на дорогах Башкортостана. Суммарно количество погибших в Башкирии в этом году составило уже 324 человека, что на 23 человека превышает количество погибших за тот же период 2020 года, в который, напомню, еще и был довольно-таки существенный локдаун. То есть прогноз 2021 года, математический прогноз по погибшим на дорогах Башкирии, составит от 450 до 500 погибших на дорогах. Это, конечно, категорически превысит тот норматив в 400 смертей, который был поставлен господину Булышеву. Превышение составит до 20%, что, конечно, недопустимо. Однако, напомню, что российские власти прозорливо отменили для себя снижение смертности на дорогах, понимая, что ничего хорошего в этой области сделать не получается. Третьим вопросом оперативного совещания был доклад новоявленного министра внешнеэкономических связей Маргариты Булычевой. Доклад этот был посвящен итогам третьего всероссийского инвестца Бантуя в Сибае, который прошел в минувшие выходные. Ну, честно говоря, я бы на месте Маргариты Дмитриевны не делал этого доклада, если это вообще возможно от них отказаться, потому что, ну, выглядел он нехорошо, в плане того, что складывается впечатление, что результатом этого Сабантуя был опять очередной праздник. Ну, я перечислю вот шесть основных итогов вот этого мероприятия в Сибае. Это финал международного чемпионата по менеджменту. Ну, это такая бизнес-игра, если честно. Приглашение тревел-блогеров с суммарной аудиторией в полтора миллиона человек для того, чтобы они развивали туризм в Сибае, видимо. Два гастрономических фестиваля хорошо поели. Шествие в национальных костюмах. Кумыс-фест. Но еще были Валерия и Харатьян. Певица Валерия. В общем-то, собственно, это все итоги. По крайней мере, в трактовке Маргариты Дмитриевны Хабиров дополнил этот доклад благодарностью Авзалову, которые звучали примерно так. Спасибо, город развивается, хорошую динамику набрали. Это то, чего хотят жители, уверен, ради Хабиров. Ну, я лично был в Сибае два года назад. Прямо скажем, городишко производил очень печальное и удручающее впечатление. Грязный, бестолковый, с запуганными жителями, с поломанными бордюрами и так далее. Дай бог, конечно, что за прошедшие два года Авзалов там совершил какое-то чудо, и город стал совершенно иным, по крайней мере. Таким его видят ради Хабиров. Ну, в общем, вот итоги Сибайского-Сабантуя. Следующим вопросом оперативного совещания был неминуемый вопрос подготовки к выборам. Как бы ни старались на предыдущих оперативках обходить этот вопрос, как бы ни прятали обсуждение выборов в Белом доме на секретные совещания, пришлось поговорить и вот на оперативке. Илона Анатольевна Макаренко, приглашенная на сцену, сделала доклад о подготовке к проведению единого дня голосования в Республике Башкортостан. В начале своего доклада мадам Макаренко огласила статистические данные, сообщила нам о том, что 831 кандидат претендует на 303 выборные должности в муниципальных выборах Республики Башкортостан, 11 кандидатов на три мандата в Госсобрание, и почему-то Илона Макаренко не упомянула количество кандидатов в Госдуму и количество мандатов, которые они разыграют. Ну да ладно. В Республике Башкортостан будет организовано 69 территориальных избирательных комиссий и 3403 участковых избирательных комиссий. Менее 7% участковых избирательных комиссий будет оснащены комплексом автоматической обработки избирательных бюллетеней, теми самыми Каибами. Всего 230 Каибов будет использовано в Республике Башкортостан. Но про себя я отмечаю, что у нас здесь Башкирия традиционно отвергаются вот эти плоды технического прогресса. Мы очень боимся вот этих Каибов, стараемся не увеличивать их количество, и на моей памяти оно никогда не менялось. По крайней мере, количество Каибов не менялось существенно. Вот в этом году 230 это очень мало. Башкирия отбрыкивается от Каибов, боясь того, что будет очень сложно что-то изменить в результатах голосования. В докладе Илона Макаренко, собственно, не было ничего политического, она не давала никаких прогнозов. Доклад этот был сугубо технический о готовности самого ЦИКа, о том, что там расставлены столы, стулья, куплены ручки и прочее, прочее. Ничего она не говорила про видеонаблюдение, которое так или иначе все равно будет в каком-то объеме в Башкирии. Однако упомянула о том, что ЦИК усиленно работает с жалобами от политических партий, и отметила отдельно партию «Справедливая Россия», которая, по ее мнению, подала максимальное количество жалоб на своих оппонентов за некорректную агитацию во время предвыборной кампании. Ну, действительно, предвыборная агитация той же самой «Единой России» носила традиционно безобразный и разгульный характер. «Единая Россия» присвоила себе дни городов. Вот на Медне, буквально на дне города, в Стерлитамаке, был задержан Вадим Искандаров, зарегистрированный кандидат от партии «Справедливая Россия» в Государственную Думу. Задерживать его в этот период полиция не имела права, но, тем не менее, это случилось. И вообще, в прошедшую неделю складывалось ощущение, что Белый дом, у него нервы сдали окончательно. В том смысле, что противостояние со «Справедливой Россией» зашло уже так далеко, что, когда было оглашено количество наблюдателей, которых выставляет «Справедливая Россия», нервишки у Хабирова и его команды сдали окончательно. И была предпринята отчаянная попытка рейдерского захвата и перехвата инициативы. Я говорю о том, что в минувшую субботу некая группа товарищей, по сути, уже не имеющих отношения к руководству партии «Справедливая Россия» в Башкирии, провели какое-то совещание, собрание, которое они назвали конференцией, и после этого стали утверждать, что теперь они главные в «Справедливой России». Ну, это довольно смешная история, в том смысле, что я у себя на кухне тоже могу завтра провести съезд, например, «Единой России», избрать себя председателем партии, ну и попутно распустить партию к чертям собачьим, например. Ну, сами посудите, какое количество людей воспримет подобный перформанс на кухне всерьез. Ну, на что надеялись господа Бондаренко и Игнатьев, я не знаю, однако расчет Хабирова и его команды в этом случае понятен. Они рассчитывают на то, что от лица фейковых руководителей они теперь подадут документы в ТИКИ и ЦИК РБ, чтобы отозвать списки реальных наблюдателей «Справедливой России» и вместо них представить либо фейковые списки, либо не представлять списки вообще. То есть, на мой взгляд, задача этих смутьянов именно внести смуту в ситуацию, которая уже сложилась вокруг наблюдения со стороны «Справедливой России» на этих выборах. Это действительно опасно, это действительно может привести к каким-то печальным последствиям, но надеюсь, что этого не случится, потому что молниеносная реакция и федерального исполкома партии «Справедливая Россия» и местных руководителей регионального отделения, пожалуй, что избыточно. Я говорю о том, что заявления написаны в адрес той же самой Макаренко с предостережением о том, что документы, поступающие от господ Бондаренко и Игнатьева, не имеют никакой законной силы. Уже Сергей Миронов обратился в прокуратуру и Следственный комитет федеральный в Москве с требованием вмешаться в эту ситуацию. И вообще ситуация в Башкирии, вокруг «Справедливой России» складывается более чем скандальная. Также надо добавить о вероятных юридических последствиях для тех, кто попытался вмешаться в выборы в Башкирии буквально за несколько дней до этих выборов. Я имею в виду Александра Бондаренко и господина Игнатьева. Для них существует перспектива ответственности за эти действия. В частности, сам Бондаренко, по мнению юристов «Справедливой России», попадает под ответственность по статьям 141-142 Уголовного кодекса Российской Федерации. А господин Игнатьев и вовсе рискует лишиться мандата в госсобрании. Напомню, что он депутат госсобрания Республики Башкортостан по списку от «Справедливой России». То есть, теоретически, партия может его оттуда отозвать. Вернемся на землю и вернемся к совещанию. Пятым вопросом оперативного совещания был очень важный, очень такой забавный вопрос о создании оперативного штаба по вопросам функционирования ЖКХ в городе Уфе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Напомню, что на прошлой оперативке Хабиров, озабоченный подачей тепла в дома в Уфе, повелел создать вот этот оперативный штаб. После этого все недоумевали, что, дескать, ну, а как без штаба город не включит батареи, да? А раньше как жили. Тем не менее, поручение Хабиров дал и на сцену был вызван Гайфулин Марат Раитович, все еще исполняющий обязанности мэра города Уфы. И Марат Раитович доложил о том, что штаб создан, постановление издано и сообщил нам цели работы этого штаба. Ну, в общем, выглядело это так по-детсадовски, но тем не менее, я процитирую. Цель работы этого штаба – обработка обращений граждан, недопущение роста социального напряжения. Инструментами штаба станет колл-центр, сайт и интернет-боты, что особенно смешно. В состав штаба войдут чиновники мэрии и районов Уфы. Нормативы у штаба будут следующие. Решение проблем отопления от 4 до 24 часов, разъяснение по начислениям за отопление до 3 дней, уборка снега от 1 до 3 дней. Собственно, это все практически о чем сказал Марат Гайфулин. Дальше стали обсуждать. Собственно, вокруг вот этого создания штаба Хабирова волновал один единственный вопрос. И он его, по сути, озвучивал напрямую. Куда придут разгневанные жители Уфы, когда у них что-нибудь случится с отоплением, а это предчувствует Хабиров. И куда придут жители Уфы кричать, ругаться и наезжать, в случае, если они получат огромные счета за отопление, а они получат огромные счета за отопление. И Хабиров напрямую спрашивал, а где место, куда приходить гражданам кричать и ругаться. Видимо, он так и не отошел от этого шока, когда к нему в офис практически вломилась толпа разгневанных бабушек и дедушек, потрясая вот этими счетами, когда еле-еле удалось их отвезти от Белого дома. Хабиров после этого спешно закупил заградительные оборонительные сооружения. У входа в Белый дом были воздвигнуты стеклянные металлические конструкции, препятствующие прохождению туда гражданам, которые хотят о чем-нибудь спросить власть. И вот все обсуждение вот этого штаба велось вокруг того, куда придут люди с претензиями. Вообще, хотелось бы сказать, Радий Фаритович, подготовка к отопительному сезону – это подготовка труб, это подготовка котельных, это заготовка топлива, это выработка логистики и инженерных решений по отоплению домов. А вовсе не подготовка к тому, что вам придут бить морду за то, что вы не исполняете свою работу. К сожалению, и Хабиров, и город, судя по всему, полагают, что готовиться к отопительному сезону – это значит, готовиться отбиваться от нападок жителей. Не снижать тариф, не совершенствовать систему отопления, не повышать энергосбережения в городе Уфе никто не собирается. Они собираются только воевать с жителями и всерьез готовятся к тому, что какое-то количество разгневанных граждан потребует от них ответа. И вот Хабиров теперь потребовал, чтобы эта ответственность была с него снята. Пускай там Марат Гайфулин, пускай этот несчастный Греков, спрятавшийся неизвестно где, отвечают на эти вопросы. Попутно привлекли к деятельности по созданию этого штаба и Прочаковскую, которая, судя по всему, была обойдена вниманием города и очень на это обиделась. Прочаковская не приминула пожаловаться Хабирову, что город Уфа у нас такой умный, что опрометчиво решил обойтись без ее ценных советов. Что, собственно, оказалось неправильно, как она сказала, что выяснилось, что они были неправы. Ну, естественно, ну как уж городу обойтись без мудрых советов и участия Прочаковской, которая у нас в каждой бочке затычка. И теперь она тоже будет участвовать в штабе по обеспечению обороны от жителей для Хабирова и городской мэрии. В общем, конечно, вот эта история с созданием штаба по отоплению в Уфе, она иначе как смехотворной названа быть не может. Это очередное размножение сущностей, которые, собственно, и так должны были исполнять свои обязанности по подаче тепла в дома, но теперь это будет называться громким словом штаб. Конец цитат. Обращаясь к Гайфулину, Хабиров и вовсе сказал, Марат Раитович, вот надо совсем по-другому все это сделать. Мы должны подготовиться к тяжелой зиме со всеми проблемами. Дожмите. Ну, не знаю, правильно ли понял Марат Раитович Хабирова, дожмет ли он этот штаб. Штаб, собственно, если внимательно прислушиваться к тому, что говорил и Гайфулин, и Хабиров, вообще этот штаб сводится всего лишь к колл-центру, и они наивно полагают, что гнев граждан от того, что в квартирах будет холодно или люди будут вынуждены отдавать за тепло все, что зарабатывают, они наивно полагают, что вот за это граждане им только позвонят. Я полагаю, что ближайшей зимой действительно Хабирову и его команде, да и городской команде придется очень непросто в связи вот с этими ценами и в связи с тем, в каком состоянии находится отопительное хозяйство города Уфы. Субтитры подогнал «Симон»